Есть человек, у него мать с отцом, отец-наркоман бывший, ну сейчас очень сильно пьет, мать тоже пьет. Он в храм ходит, ну посещает храм и стремится к Богу. А они ему звонят и постоянно его искушают на то, что убьют себя, повешиваются там. И там маленький у него, ну один брат, ему 10 лет, они говорят, вот он будет на тебе. То есть он не может трубки эти не брать. И получается, что он не может к ним любовь проявлять, пятую заповедь исполнять. Вот как быть в этой ситуации? Каким образом вообще вести ему себя? Не слушать их, это уже любовь. То есть он им не потворствует, это уже любовь. Если бы он с ними во всем соглашался, это означает по-мирски хорошо, а по-божьему он провалился в яму вместе с ними. Вот такой-то человек у нас был, принял крещение, а там у него баптисты. Ну и он с самого малого началось, с одежды жены. Видишь, вот эта вот любовь к женщине и то другое, это очень опасное явление. Ты должен быть спокойный. Я как-то видел молодые невесты, и стоят мусульмане. И она его обхватила, а он стоит, смотрит кверху, он голову не повернул. А у нас сидят, стоят, слепятся, как будто бы они на кровати. Вот он и с ними не слепляется. А то тот слушал стал, и все, то детей им отвезет, а они там вставляют. У меня одна известная такая православная, а детей, а муж никакой. Но она была когда-то баптистской. И она детей к баптистам возила занять. У нас занятия идут, а возила туда, и все, детей нету. Но зато муж, который сделался гонителем-то, он доволен остался, все. Надо же все разложить. Божье человеческое, кому угождаешь? Не можете служить Богу и мамоне. Не можете служить миру, мирским людям и Богу. Он должен, человек этот, разграничить, показать, где. Кто старше, младше как-то ведут, и так говорят многое. Считай, девятое блаженство. Имя ваше понесут, как неугодное сыну человеческому. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небе. Вот и все. Все на этом. Геннадий Ефимович, с миром, Николай Кузьмин. Какой-то Сергий вошел в группу и пишет на своем, на украинском языке. Я ему ответил, что, скорее всего, ты знаешь русский язык. Общайся на русском языке. Следом вышло его пожелание молиться. И опять же на украинском языке. И там чувствуется дух злобы и ненависти к русским. И прославление себя. Что делать в такой ситуации? То ли его заблокировать? Я молился за него, конечно. Ну, Сергий, это может быть Игнатов. Он хороший человек. Все, ну, вот такое дело. Это одно дело. Ты можешь вставить, тут бывает механический перевод. Еще потерпи. Человек попал в эту беду. Там ему нравятся те люди, которые там. Кто они? Насисты, фашисты, бандеровцы. Об этом никогда не говори. Говори о Боге спокойно. Он мне все время пишет. Он был потеряевки несколько раз. Повторяю, ну, очень хороший человек. Ну, вот здесь не пободрствовал. А по-другому ему нельзя. Если он будет говорить против. А ему не надо на эту тему говорить ничего. Славь Бога. А который второй там говорит, уже в другом тоне. Заблокируй его, и все. И разговор окончен. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Он неисправим. Ну, раз он уже против гонит. И русских ненавидит. И зачем ему тебе? А ты русский человек. Кузьмин. Да. Отец, приветствую тебя. Да. Добрый день, отец Наум. Да. Вот у меня вопрос. Я там готовил беседу с эголистами. И вот у нас такая беседа была. И вот я здесь, ну, такое, значит, зачитаю это место Писания. Значит, иудеи схватили камень, чтобы побить его, то есть Христа. Иисус отвечал им. Много добрых дел я. Дел показал я вам от Отца Моего. За которые из них хотите побить меня камнями? Иудеи отвечали в ответ. Не за добрые дела хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Я, значит, вот это сказал, вот это пример. Значит, Христос именно есть Бог доказывал. Да. И вы тоже вот в этой группе, вот хотел показать им. Иисус отвечал им, не написано ли в законе о вашем, я сказал, вы боги. Да. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Вот это вот, значит, он отвечал им. Не написано ли в законе, это Христос отвечал, в законе вашем, я сказал, вы боги. И вот, да, и 34-35 стих, это 10 главы Иоанна. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, не может нарушиться Писание. Вот эти два стиха, здесь не написаны ли в законе, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, не может нарушиться Писание. Ну и что, Тарас сказал, так и принять. Вот когда мусульмане говорят, он никогда себя богом не называл, а вот это доказательство. И 13-13, вы называете меня Господом Евангелия Тиана, но я действительно то. То есть мест Писания не одно даже есть, так что, а они не правы. Да. А нет, а вот 34-й стих. Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, с маленькой буквы. Боги, убоги, убоги, маленькая буква стоит. Бог означает, ты никому не подчиняешься начальник. А начальники себя так показывают, как будто они боги какие. Где-то на Олимпе они там. А чуть дунул ветер, ни одного и нету, как мошкарая однодневка. Есть такой маленький насекомый, он взлетает, утром выперивается там из воды. До вечера должны они уже снова отложить яйца и умирают, все умирают. Вся поверхность воды засыпана им, однодневки. Вот человек такой однодневка. Ага, значит, так нужно толковаться. Да, конечно. Это означает, что вы показываете по Писанию, что богами называются и люди, в том числе. Он говорит, если Писание даже называет их богами, что вы на меня ополчаетесь? Ну да. Вот в какой смысл? Бог никому не подотчетит. Для вас что-то новое это. Вот качество божие, когда брать какие, он свободен, ни перед кем не отчитывается. Он полномочен во всех направлениях. Он сказал, так и есть. И начальники многие, они именно такие и есть. Никому не подотчетны, никого не слушают. Особенно там разные президенты. И вот он сравнивает их таким. Ну, это вот есть Иуда Бенгуру. Ну, ты для них, конечно, бог. Потом добавляет силосы. Конечно, временный. Когда он там на скачках победил, Иуда Бенгур. Ты бог временный. Вот и все. Утешайся. Ну, сейчас понятно. Это Булата Куржава у него поется. Господи, такое-такое-то, дай ему то-то, то-то. И про меня не забудь, припев делает. Опять то и то. И дай ему властвоваться в сласть. А потом и про меня не забудь. Да. Да. Все. Благодарю, отец. Аллилуйя. У меня вопрос к Вячеславу. Можно, да? Слушаю. Да. Вот о Изавеле ты сейчас говорил. Кому это ты говорил? Вот кто-то там к Изавеле обратился. Что-то такое. Кому это ты говорил? Не понял. Как кому? Всем. А, всем, да? Конечно. Всем, однозначно. А как кому это? Я же всем читал-то. А, всем читал-то, да. Все в этой ситуации находятся. Сегодня. Нет, ну, не все находятся. А, ну, все, все, мы в России, вы в Грузии, все это видят, все. Так, ко мне вопрос есть. Есть все любодеяния. Вещества. Миром. У многих-многих людей. Даже у очень хороших. Ну, вот это надо было раскрыть. Вот немножко учения ее. Так, ко мне вопросы есть? А то я отойду. У меня тут много наплыв людей, которым отвечать надо. Да. За все благодарите, написано. За все. Особенно за то, когда вас гонят, когда поносят, когда перекидывают с места на место, с работы выгоняют. Велика ваша награда на небесах. Это люди, которые плетут тебе царский венок на голову. О. Так, ну, все тогда отошел. Благодарю всех. Так, это, Вячеслав, ты объяви Афаурта, что... И у вас есть счет на Гладыщук и Елену? Объявлю, объявлю. А счет Еленин знаете? Хорошо, хорошо. Ну, я спрашиваю, Елена и Гладыщук счет, на который можно посылать, у вас есть? Ну, конечно, есть. Ну, вот, на который она собирает. Туда никуда не надо отводить-то, потому что Аня Афаурта здесь. И она прямо отсюда может взять и передать им. Я сегодня с Володей говорил, может, поехать к ним на несколько дней, где еще помочь. Но они уже там все делают. Да, действительно, лучше всего на Елену, она здешняя. У меня даже, по-моему, есть и с самой Еленой Фаур в счет. Ну, это я не знаю тогда. Я считал, что у Елены все есть. Я уже тут кое-где говорю. И они, когда приезжают, Фауры здесь будут, может быть, в воскресенье, и сразу передать. Елена Гладыщук мне сказала прямо сразу на Елену Фауру делать. Ну, значит, сделай, как сказала. И знаете, если чернышка выздоровела? Выздоровела. Она находится у нас в трапезной подполе. С белым вместе. А Паля с этой чернявкой моей у нас, вот рядом она здесь. Как хорошо. Да, у нее ничего не оказалось, не сломано, ничего. Видимо, она ушибла ее. Хотя в трубу-то полезла, я сверху трубу закрыл. А так как доски могли быть неплотные, она могла в щель лапку-то засунуть, и вырваться не могла и растянула. Хорошо, не сломанная. Спасибо, Христос, за заботу. Слава Христу, аллилуйя. Да, слава и дело. Ну, я отхожу тогда. Спасибо.